Россия впервые принимает чемпионат мира по футболу Для меня это отличный повод посетить некоторые из городов, где пройдут матчи турнира Это мой чемпионат мира без футбола Привет из Калининграда Этот древний прусский город, который в прошлом носил имя Кёнигсберг И правда, местами более похожи на немецкие поселения На самом деле город находится ближе к Берлину, нежели чем к Москве А мне интересно, чем тут заняться туристам в этой самой западной территории России Из очевидного, кафедральный собор на острове в самом сердце города Туристи приезжают сюда поклониться могиле Канта и послушать концерт Ежедневно исполняемый на самом большом органе в России Но собор не единственная сохранившаяся историческая достопримечательность Город усыпан вот такими крепостями времен прусского правления Это форт Дюрнхоф, он же форт номер 11 Одна из многочисленных крепостей, призванных защищать город от нападения Но чтобы понять весь масштаб крепостей, надо войти внутрь Закроем дверь? Конечно, пусть там останется 21 век, а мы погрузимся в 19-й, в самый его конец И окажемся в нашем подземном городе Во время Второй мировой войны тут могло разместиться до 600 человек Раз, два, три Вау! Сюда ворвалось пламя 1600 градусов И кирпич стал жидким и потек Кирпич, сделанный на разных заводах, пьет разную краску А еще этот край знаменит своим янтарем Говорят, солнечные камни можно найти прямо на пряже Мы отправились в Янтарный, ну куда еще? Попытать удачу Это именно тот город, где находится 90% всех мировых запасов янтаря Есть ограничения, ты можешь найти янтарь, можешь поднять его, это без проблем Как только ты начинаешь копать, это вне закона сразу А на янтарном комбинате найденный камень с помощью умелых рук превращается в янтарные изделия и украшения Конечно, те маленькие куски янтаря, которые мы нашли на пляже, гадаются, скорее всего, на сувенире Но если мы хотим сделать упрощение, то нам нужны куски попозже Сотрудницы комбината поставили мне двойку И эти еще они не хотели меня обидеть В янтарном музее нам показывают, на что способны профессионалы А вы находите вообще жуков, комаров? Конечно, конечно И инклюзы всегда очень дорого стоили В далекие времена, например, в Персии за один такой камешек с инклюзом давали 120 мечей и 60 кинжалов Или можно выменить было молодого здорового раба Представляете, из янтаря даже делает настойку, говоря, что очень полезно для здоровья Ну, если муха хорошо сохранилась 50 миллионов лет, то, может быть, мне тоже стоило попробовать А еще в янтарном крае есть редкое и очень красочное явление природы Это Куржская коса Среди прочих чудес здесь есть вот это волшебное место Танцующий лес Но Куржская коса не только магически красива Она еще и славится своим биоразнообразием И нас пригласили посмотреть на него поближе Это биостанция Фрингила Здесь массово отлавливают диких птиц в наушных целях Биологи отслеживают их перемещение А сколько у кого-то будет отлавливать птиц? Сейчас здесь 20-25 тысяч птиц в среднем Вау! Пошли кольцо наденем Отловленных птиц измеряют, окольцовывают и отпускают обратно на волю Возможность увидеть птицу влези и ее подержать в руке – это незабываемое ощущение А на этом мы прощаемся с центральным краем и с ней, и летим домой Пока! Субтитры создавал DimaTorzok